В результате обширных исследований турецкие ученые пришли к выводу, что ковчег пророка Ноя после Великого потопа, описанного в Библии, остановился не у горы Арарат, как традиционно считается, а на горе Джуди, находящейся на территории Турции. Как сообщил заместитель декана факультета теологии, арабского языка и риторики университета Ширнак профессор Абдулуамид Талиб, Арпа, он совместно с научной группой много лет занимались изучением Корана, Торы, христианских ассирийских источников. Были проведены исследования всех местностей, указанных в священных книгах. В результате выяснилось, что Ной, или по-арабски Нух, проживал в Месопотамии, находящейся на стыке современного Ирака и Сирии. Само же наводнение началось именно в этой местности, поэтому Ной вынужден был остановить свой ковчег на самой высокой горе Месопотамии, Джуди. Так как ни в одном источнике не указано точное расположение последней стоянки ковчега, ученый приводит цитату из раздела «Бытия» Священной книги Торы. Ковчег остановился с 17 числа 7 месяца в горах Арарат. В данной цитате мы видим, что под словом Арарат имеется в виду множество гор, то есть некая местность. В подтверждении этого в Коране пишется, что воды отступили, и корабль сел на мель у горы Джуди. Горный хребет Арарат начинается на юге Иванского озера и простирается вдоль реки Тигр, заканчиваясь у горы Джуди. «Если мы объединим данные Корана и Торы, можно сделать конкретные выводы о том, где же действительно остановился Нух», — заявил Арпа.